Ина Гридрана Очень любят писать везде автоматизацию, очень любят все автоматизировать, но на практике человек, который начинает писать автотесты, всю жизнь, знает, что их переписывает, их пишет, а их переписывает. Он их пишет, а он их переписывает. Он их еще снова пишет, а потом он их снова, внимание, переписывает. Все. К сожалению, это очень свежий рынок, и надо постоянно мониторить о появлении новых технологий. И прежде чем начать этим заниматься, лучше пройти какие-то дополнительные курсы, хотя бы начать на любом языке писать на си, на си плюс плюс, а лобу рот для начала. То есть, ну, понимать, что это вообще такое. Вот, я это затрагивать подробно не буду, потому что я сама не очень в этом квалифицирована. То есть я могу этим начать заниматься, но на это потребуется время. Поэтому передать я вам мало что-то могу. Ну, собственно, дальше про резюме. Цель главного резюме – это показать себя. Самое важное резюме – это когда ты джуниор. Это очень ответственный, это, скажем так, грамотно написанное резюме, по сути, решает вашу дальнейшую жизнь, потому что от силы до того, в такую успешную компанию вы попали, как вы развились, какой у вас свой или добрый наставник был и так далее. Это очень важно, действительно, прям важно-важно. Очень многие не умеют это делать. Лично мой опыт. Если вы решили связать себя с IT, если вы решили пойти именно в эту сферу, то я вам прям настоятельно рекомендую использовать HeadHunter. Кто-нибудь знает? Да, отлично. Все HeadHunter знают. И у меня все мои работы находились через КФ. Почему HeadHunter? Там мне очень нравится профиль заполнения этого резюме. То есть там все грамотно сделано, там очень удобно сделано все по IT. Там, если мы наберем в Яндекс.Работе тестировщик, то профессии 3-4 будет с Работа.Ру, вот остальное все будет с HeadHunter. То есть, ну, это мой личный выбор. Еще есть такая профессиональная среда, как LinkedIn. Ну, дальше идут общие параметры, общие цели, что нужно. Ну, понятно, чтобы его восприняли. Чтобы такое резюме отвечало на вопрос, соответствует ли выборам требований. Ну, да, соответственно, чтобы посмотрели на ваши скиллы и поняли, что надо ли вам. Ну, про скиллы я покажу на примере резюме на HeadHunter как раз. Ну, и все. Да, и, соответственно, чтобы оно давало какие-то дополнительные светы, ну, дополнительные плюшки о вас, как о личности. Чем вы такие классные, что вы. За что вы захотят видеть каждый день. Ну, да. Здесь самый важный момент – структурированность. После года работы тестировщиком, писать резюме было просто вот как отчетик очередной. Просто прекрасно, легко, по пунктам, расписал, шаги, действия, скиллы. Все, вот прям схоже. Бесправильно, аккуратно оформлено, но это из-за раздела написания диплома. Если мы пишем перечисление, точка, запятая, точка, запятая, точка, запятая, в конце точек. Точечки. Углавление. Ну и, соответственно, и прочие штуки. Быть кратким, но полным. Это по составлению тест-кейсов. То есть ничего лишнего, воды не писать. Вот. И так далее. Можно пошутить? Пошутить. Всегда можно. Быть внешне привлекательным. Обязательно используйте картинку. Никогда не используйте картинку с пляжа. Вот просто мы троллили нашего тестировщика три года, что у него был вырез на кофточке. У нас равно мальчику на кофточку с вырезом. Вот. Абсолютно известный факт, что открываешь резюме, это как социальная сеть. Вы, не знаю, вылазайте когда-нибудь по социальной сети, смотрите, какие там трики бывают. Так вот не покажитесь кому-нибудь фриком, используйте реально профессиональную деловую фотографию. Это может быть, ну, соответственно, примерно так. Может быть в полный рост, но чтобы все было понятно, ничего лишнего. Там, ни в коем случае не на фоне ковра, я очень прошу. То есть нет, если вы какой-нибудь там креативный персонаж, то можно. Ну, выбрать на тестировщика, в общем-то, и так далее. Быть без обилия графических рисунков, рамков, мы читабельно. Ну, это, наверное, касается уже оформления отдельных. Если мы создаем. Я советую все-таки еще раз создать Винбхадхантер или в Работа.Ро. Там есть так, форматировать в PDF, форматировать, сохранить. Ну, если мы говорим про тестировщика, ну, здесь, наверное, тоже к каждому подходит. Минимум личных данных, контактная информация, образование, курсы сертификата. Про сертификаты я тоже затронула. Опыт работы. Про опыт работы я сейчас тоже подробнее расскажу. Навыки сферы QA, DC. Ну, понятно, что вы уже умеете с QA. Общие технические навыки. Я даже какое-то время писала «уверенный пользователь ПК». Ну, сейчас, наверное, это при Оле подразумевается. Указание иностранные языки. Ну, собственно, краткая информация. Это цельный результат, желание развиваться, стрессоустойчивость, стрессоустойчивость, стрессоустойчивость. Например, сертификация. Да. Я, на самом деле, задалась с целью самой изучить сертификацию. И вот STQB, да, сертификат, это самый востребованный, самый актуальный в России и в Европе. Это, который у нас можно не сдать, не знаю? Он сдается на любом языке вообще. Я много прочитала о том, кто его сдавал. Но там есть несколько уровней. Первый идет базовый, потом ты, там, градация middle, team lead. Да, он скидывал по сертификации. Вот, вот как раз это то, оно и есть. Для кого-то это важно, для кого-то это котирует. Более того, если вы хотите поступать на какую-то серьезную организацию, я все-таки советую пройти. Что он даст? Вы можете уверенно говорить, что вот этот плат, знание, который положен в этот сертификат, вы точно освоили. Вы его так. Вы прошли тест? Он платный же. Он платный. Будет идеальный, если у вас будет работа, которая позволит это оплатить. Нет, я на самом деле вам очень рекомендую, если вы устроились на официальную работу, не в Шарашкиной конторе, а в какую-то более-менее действительно крупную организацию. Я вам советую все-таки отойти и сказать, а вы хотите иметь сертифицированного тестировщика? Я советую под эту пытку, но она действительно непростая. Говорят, на английском сдавать проще. Значительно проще. Все говорят, что на английском сдавать проще. Более того, если вы не носите языка, то там прибавляют в 15 минут. Это не много. Я в этом случае бы сдавать на русском. Хотя бы просто потому, что в русском это практически все сдает на английском. Что я делаю как тестировщик? Правильно, сдаю на русском. То, что это интересно. Ну и так далее. Сертификат пройти стоит. Возможно, его стоит пройти после года работы. Там я нашла на русский переведенный голосарий большой. Я нашла некоторые примеры. Примеры, как правило, все-таки на английском. Но голосарий прекрасен. Я советую любому, кто хочет с этим связаться. То есть там все термины четко, кратко расписаны. И вот прям никаких двойных трактований. Все отлично написано. Там даже есть кодекс чести тестировщика. Я его сама почитаю. Но я, к сожалению, не обновление. Это безумно интересно. Поэтому я советую, как я бы просто с ним ознакомился. И в принципе, если... Вот еще такой четко. Если вы будете готовиться, то в качестве термина я советую использовать то, что там в последней ссылке. Этот голосарий. И если вам вдруг скажут, что такое баг, вы отвечаете, потому что вы считаете нужным, ну, используя вот этот голосарий, вам говорят, нет, я считаю, что баг другое. Очень много таких, которые считают, что баг это вот или не баг, или что-то, ну, у них есть свои термины. Вы говорите, ну, да, возможно, но вот тут как бы есть вот сертификат. И вот в этом сертификате считается, что это вот так. Поэтому опираясь на общую подтвержденную теорию, я считаю, что это так. Вот, ну, как бы, вами прикопаться. Это, кстати, к вопросу о тестировщиках, а как специалистов, у которых, как бы так померчить, всегда прикрыта жопа. Не получилось. Я зарядно вы это учите делать очень быстро. А в книжке Савина везде написано, что сколько угодно ваши коллеги, могут быть друзьями, товарищи, могут слушать про то, какой у вас веселый котик на перерыве, могут с вами ходить курить. Но, когда касается дела, все данные должны быть сохранены. Все должно быть, что в случае чего вы подошли и говорили, вот все документировано, вот это было проверено, вот такие баги найдены. А вот это я не проверяла, поэтому, естественно, мне это не осознится. Это вот приходится опытом, этому надо научиться. Я про это уже, по-моему, говорила. Вот, сертификат, пожалуй, все. Ну, вариант удаленной работы. Я нашла интересную статью про удаленку. Я ее сюда включила. Я могу сказать, что да, действительно, тестировщики, они начнут работать удален. Более того, в Европе это вообще очень разно. Сейчас был кризис и, скажем так, потребность в тестировщиках резко уменьшилась. Но сейчас все оклемались, помнили, что мне тестировщики нужны и сейчас активно их берут на утолен. То есть, если это тот же Хархантер, брать сортировку по городам, взять все города, взять удаленную работу, можно найти достаточное количество по аккенсии. Вот. К сожалению, мало кто из них просит юнор. То есть, если вы хотите работать хорошо на удаленке, то лучше сначала годик-два поработать в офисе. Это обязательно. Но, тем не менее, кто-то где-то, может быть, захочет. Я вот знаю у нас, я охрана, хвастаюсь, что она уже устроилась. Это замечательно. Я вам, на самом деле, безумно этому рада. Вот. Ну, сайты по поиску, это Хархантер, LinkedIn, фриланс. Я вам, правда, не советую идти на всякие работы.ру, потому что суперджоп. Ну, я не знаю, я там ходила постоянно без провокансий, поэтому не рекомендую. Просто будете дублироваться. Пребования к джинниору Куа. Тут вы сами прочитайте, скажите, какие есть вопросы. Я могу сейчас. Просто я их помню, все. Давайте просто так. Пройдем к пониманию методологии разработки программного обеспечения. Я вам рассказывала про это. Про методологии, про все остальное. Ну, так, вкратце. Представление тестировать не методом черного ящика. Все знакомы, все включили. Ну, тест-кейсы, тест-планы тоже. Мы на это довольно много уделили. Это вот базис-планис. Работать с системой учета дефектов. Если вас спрашивают, имели ли вы практический опыт работы, скинули вы бэктрекером, вы можете смело отметить, что не имела, ну, знаю, что это такое, знаю, что куда долбодить, и вообще не растираясь. И вообще я тестировщики разберусь с любым поводом. Все, серьезно. Ну, я так и отвечала. Меня взяли. Знаешь, что такое жизненный цикл дефектов? Вы знаете, что такое жизненный цикл дефектов? Я про это расскажу. Точно-точно. Там вооружение, запись. Жизненный цикл дефектов, да. Передача программисту, потом получение аппаратчику. Разработчик в этом поводу. Разработчику. В некоторых компаниях программисты, разработчики, очень сильно ругаются, когда их называют программистами. Потому что программисты – это люди, которые пишут программу, как разработчики. Понимаете разницу? Если чат называет себя кодер, то как бы… Ладно. SQL на уровне прочитать данные из таблицы с фильтрами, соединить две таблицы к ключевым полям. Это довольно часто нужно. SQL простой. Его можно пройти как… Я знаю, по-моему, сертификат Microsoft. То есть онлайн-курсы по SQL. М2, который? А? Который в Гитлальной Академии, в Микрософском, не помню. Да, любой. У нас в институте это научили. MySQL программка. Hello World. И так далее. Но SQL, он простой, он странный, но он простой. Вот. С ним можно разобраться. Я вам советую, а если вы не видите вакансии, которая требуется, знание SQL, ну, в общем, ну, требуется. Если требуется, то вы, соответственно, берете курсы, в смысле, не ходите на курсы, а берете онлайн-курсы и вот по ним смотрите, обучаетесь, хотя бы минимальный набор. И самое главное, собеседование никогда не брите. Не говорите, что вы мастер автоматизированного, тестированный, если вы написали пару скриптов. Не говорите, что вы проверяли нагрузку, если вам когда-то пришлось перегрузить систему. Это очень легко начинать делать, так делать не надо, потому что умный человек, умный HR, он, в общем, быстро это смекнет. Кстати, еще одна такая есть поговорка, что адекватность компании оценивается по адекватности их HR. Вот. Обратная, да, обратная ситуация, что адекватность сотрудника в первую очередь оценивается по его резюме. в общем представлении об их технологиях, понимание, для чего и где используется. HTML, CSS, PID, DNS. Аналогичная ситуация. Если об этом написано, то да, это стоит прочитать. Это есть в интернете, просто в огромном объеме. Можно пройти видео лекции, можно пройти, просто прочитать статью, там не нужна большая книжка, там нужно прочитать и понять, там теории немного. Владение OS или Linux на уровне установить любой даже весьма сложный софт. это... Вы пробовали на Windows 10 установить Гарри Поттера первого? А на Linux? Блин, видимо, это у меня стройно. Ну, это такой пункт, который, опять же, не везде требуется, но это скорее умение не теряться в случае возникновения каких-то проблем. Понимаете? У линуксоидов это все кастомно... Вот, вот... В линуксоидах это встроено, они вот живут с этим. Что-нибудь куда-нибудь, вот как-нибудь прикрутить, это есть, да. Это... Я бы не сказала, что это нужно, если честно. Но бывают просят. Ну, то есть, я взяла конкретную компанию и взяла конкретное требование, чтобы вам было интересно. Знаю, следующий момент у проектирования тестов умеют принимать их на фразы. Развеяние накладости и валютности, анализ ограниченных значений, таблицы возможных значений. Это то, о чем я вам говорила. Мы сначала запихаем своими обычные значения, потом забавим крайние значения, потом мы с вами начинаем там делать негативный тест. Понимаете? Вот. Ну, источник, соответственно, не указал, чтобы мы его подробно почитали и так далее. Немного резюме. Я скинула несколько и несколько статей о том, как правильно писать что самое главное, как правильно не писать резюме. Вот. И что у вас? А где я? Хорошо. Тест-кейс про тест-план, да. Ну, что-то такое, но вот, если мне дают, допустим, микроволновку, я должен никогда больше микроволновки не видеть, да. Ну, такая ситуация. И не дают. Надо это протестировать, да. То есть, исходя из соображений, из таких соображений составлять вот этот такой глобальный тест-план, то есть, что по какому проекту... Если ты не делаешь микроволновку? Да, если я не сильно... То есть, если в случае с подписчиками, которые имеют регистрацию, понятно, что мы, первым делом, проверять, да. Если это не является очевидным, я не смогу вам этот пример придумать. Я тебе могу сказать универсальный ответ на любой твой пример. Очень важный момент умения любого IT-специалиста это умение очень быстро, очень моментально гуглить. Гуглить, гуглить, гуглить. Это делается очень просто. Микроволновки. Микроволновка это устройство. Самые популярные фирмы. Panasonic. Panasonic. Микроволновка. Скачай. User Manual. Понятно, да? Вот. Это вопрос... Дефолтный ответ. Да, это довольно дефолтный ответ, но он очень действенный в случае со мной конкретно. То есть, если меня... Меня когда-то спрашивали, скажите, девушка, а как вы будете писать из планты с кейса, если у вас довольно низкий уровень английского, у нас все на английском. Я говорю, вы знаете, я очень неплохо знакомлюсь с программой Google Translate. Более того, если у меня есть доступ к знаниям, я способна получить эти знания. Более того, в этот момент ты, наверное, должен оценивать свое время не так иначе. Должен подойти к руководителям и сказать, слушай, Чухак, я не знаю, что такое микроволновка. Мне нужно час, чтобы понять. Ну, два, три, четыре. Понятно. Это оценка времени и так далее. вот, еще вопросы? Как раз про взаимодействие с другими вопросами, лекциями были, по-моему, какие-то... Да, я расскажу, ну, общий вопрос. есть, есть, есть общий вопрос? Нет, то, что более подробно было сказано про взаимодействие с работчиками, ну, например, того же, дефекта, бака и так далее, когда-то, жонтрируемые, и прописан, и креи, и так далее. Да. А с остальными... Да, 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 пожалуйста. Так, кто у нас имеется? Ну, начальник, видимо, какой-то. у нас имеется... у нас есть руководители, у нас... допустим, я сейчас просто перечислю, чтобы никого не забыть, у нас есть руководители, у нас есть разработчики, у нас есть контент-менеджеры, понятно, да? У нас есть контактный центр. Контактный центр — это те, которые отвечают на звонки. Ну, допустим, техподдержка. Да, ну, техподдержка. Он называет контактный центр, в моем случае. Как взаимодействовать с руководителем? Когда вы находите пак, не надо каждый раз копию ставить начальника. Вас очень быстро сидят разработчики. Более того, это очень быстро установит руководителя. Здесь, наверное, как, в общем, в любой компании, в любой должности, хороший руководитель, которого ты не видишь. Вот. Если возникает какая-то действительно стоповая ситуация, стоит написать письмо о том, что вы знаете, вот тут такая ситуация, подробно описано. Вы уверены, что это правильно? Потому что разработчики ничего с этим сделать не смогут. Вот. Если вы подтверждаете, то да. Понимаешь, да? То есть, к руководству надо бежать только, если ты действительно видишь риск, и ты понимаешь, что стоит его в этом уведомить. Вот. Как, что делать, как, если руководитель не очень понимает, чем ты занимаешься, такое бывает, такое бывает час. Ну, блин, терпение, стрессоустойчивость, то, о чем я говорила. Вот. Плавно объяснять, ну, и так далее. Если мы говорим о... Пам-пам-пам, сейчас. Если мы говорим о контактном центре, то довольно часто звонят с контакт... могут звонить с контактного центра и говорят, слушай, такая проблема, это курсия. Их надо слушать. Потому что они видят... Их больше, они видят больше. Вот. Взаимодействии с ними нужно всегда аккуратно, взаимодействия с ними нужно всегда хорошо. Вот. Соответственно, ну, понятно, да, то есть тут тоже никаких особых рекомендаций нет. То же самое с контент-менеджерами. То есть ты просто, ну, если ты находишь ошибку, ты, опять же, не пишешь руководству, что контент-менеджер мутаки написали, все неправильно, вообще все плохо. Нет, ты просто аккуратно пишешь ошибку, что ты тут... Или если ты знаешь, что кто-то отвечал за это, пишешь, слушай, что ты такое делал, поправь. Вот. Ну, как правило, ребята, у вас тут небольшое исполнение нужно произвести. Сейчас я... В ходе тестирования выяснилось некоторое количество необходимых корректировок. Например. Небольших корректировок. Например. И там-там-там-там-там-там-там. Пожалуйста, скажите, когда это будет исправлено для дальнейшей проверки. Ну, и так далее. Понятно. Дальше интересные персонажи. Ребята, которые пишут ТЗ. С ними надо быть очень настойчивым. Всегда. Они могут вам говорить, тут все понятно написано, нет ли непонятное это строчки, включайте дебилы. Правда. Вот. Нет, подождите, нет, вот это мне непонятно. Потому что, как написано ТЗ, так и реализуют разработчики. Понимаете? Если ТЗ написано невнятное, то... Понятно. Разработка будет невнятная. И в какой-то момент с претензией будет к вам. Если есть возможность это все старания, лучше пресечь. С ними нужно быть очень, очень прям доходчивыми по каждой мелочи, что вот. А почему тестировщикам приходит? То есть, получается, за ТЗ отвечает тестировщик, за понимание разработчиками ТЗ? Смотри, если в ТЗ были четко прописаны требования, как работает функциональность, ты просто идешь по ТЗ и смотришь, да, действительно, это функциональность была реализована ровно так, как заказчик этого требовал. если четкого указания нет, то ты тестируешь, опираясь на здравый смысл. То есть, это ты, по сути, додумываешь сама. Понимаешь, да? То есть, тебе кажется, что три кнопочки, на них нажимаешь, и открываются новые вкладки страницы. А руководитель считает, что это должно открываться в этой... И он действительно возмутится, а почему тестировщик это пропустил? Понимаешь, да? У всех очень разные виденьги на то, как должен работать продукт. И чем грамотнее это будет описано, грамотнее ты это уточнишь. То есть, вот, а почему это здесь... Скажите, вот это должно работать так? Да, да, так. Пожалуйста, пишите это в ТЗ. Вот, понятно, да? Потому что потом тебе скажут, что должно работать по-другому. Ну, как бы, конечно, обратно. Таких случаев бывает очень много. С ТЗ на приключенную куражу. Вот. С разработчиками очень важно понимать, что разработчик это не враг и человек, которому ты должен как-то показать, что он плохой, еще что-то. Это твой друг, товарищ, вообще, как бы, твой хозяин, который кормит тебя. Ну, в некотором роде, в том плане, что там, это твой товарищ. И вот, работая вместе, вы приходите к хорошему результату. То есть, ты должен переживать за команду. Если ты на начальном этапе, есть, конечно, элемент, ой, нашел баг, это круто, я полезный, но ура. Вот. А в конце ты просто вот уже сидишь, идешь, находишь, и ты такой... Вот. Это действительно, вот когда уже к релизу, когда мы вместе сидели, вот это все вылизывали, все это приводили, все это делали. Как бы, вот в конце каждый баг, это просто уже вот. Вот. Но в итоге это все приводится вот к результату, и его оба остаетесь довольны. Это круто. То есть, это очень важный момент, подружиться с разработчиками. Никогда с ними не идти в амсы, но всегда-всегда строго отстаивать свои права. Если разработчик стоит на своем и говорит, это за ничего не написано, я сделала так, я хочу. Ты идешь к руководству и говоришь, так, ну, тут такое дело, в общем, вот. По каждой кнопке, конечно, не надо, но все-таки, если вы считаете, что это принципиально. Тут такое дело, и, в общем, вот. Вот. Если руководитель, как руководитель скажет, так и надо. Тут уже все. Тут он, как два ребенка, не поделившие машины. Монетенцы там, да, танцуют. Вот. Ну, по взаимодействию, понятно, это очень важный момент, это, ну, на этом очень много строится. А в первую очередь, ваш внутренний комфорт работы в компании, и, как следствие, все остальное. Производительность, прочее, прочее, прочее. Вот. Еще вопросы? Есть? У меня резюме еще есть. Самое важное. Вопросы? Вопросы еще? Вопросы по теме, по резюме, насколько практика небольшой корректировка резюме по конкретной вакансии полезна? А. Допустимо. Совет. Под каждую вакансию, делать, под каждый пласт вакансии, делать свой резюме. Если вы хотите... то есть, понятно, если вы сразитесь на джюниора, коа, там, стажеров и программистов, это должно быть два разных резюме. Да, абсолютно. А вот, именно когда вы видите, что, ну, там, в требованиях прописано тот и тот. Какое-то определенное... Подстраиваться под требованиями. Да, да, да. По конкретной резюме, и, как бы, вот, на том как хантере, он его отправит, отправит этот грамм, а потом подправит... Слушай, обычно, если грамотно, если резюме, ты довольно четко пишешь, что ты хочешь, что ты умеешь, чего ты не умеешь, и дальше уже на тебя смотрят, и, как правило, редактирования не надо. Но обычно, действительно, ты видишь эту строчку, ты такой, да, я это умею, я это хочу добавить. Вот, ну, то есть, да, действительно, иногда ты подстраиваешься под... У меня, действительно, уже этот уровень, когда у меня общее резюме под все. То есть, если я ищу работу, я, более того, я уже не рассылаю режима, я его просто открываю. Вот, ну, то есть, как-то, ваша вакансия, это актуально. И так далее, вот на мой резюме, она сделана на HeadHunter, сумма стоит от балды, я специально не изменила, вот, ориентируясь на средний рынок. Соответственно, общая информация, имя, возраст, указывайте возраст всегда, на него смотрят. Здесь понятно, контактные данные, а мне всегда удобно списаться человеком по почте, не люблю, когда я работаю, и мне тут начинают это вспомнить. Вот. Сайт, я указываю социальную сеть, я по жизни, блин, она сейчас откроется, по-моему, я по жизни довольный социальный человек, я свою, социальную страницу подстраиваю под то, что, ну, ее можно показать и маме, и бабушке, и всем, поэтому, соответственно, я указываю, потому что, ну, вот, если у вас там какое-то совсем личное, не указываюсь, все просто. Станция метро, ну, понятно, это общий момент. Здесь, ну, опять же, идет по уменьшению, здесь направление, инженеры, тестирование, управление. Понятно. Тут особенности занятости, график работы, время пути, ну, понятно. Дальше вы описываете свой опыт. Опыт идет от последней компании в первую. Нормально, если вы свои первые указали, довольно расплывчато, а последние писали максимальный поток. Потому что, как правило, смотрят на то, что вы делали в последние ваши годы. Вот, я очень люблю использование таких точечек, градации, расписанности. Я вам всячески это рекомендую. По пунктам. По эмоциональной тестированию. Там, если вы, если вы, например, занимались, если вы до этого работали контент-менеджером, например, и периодически находили баги писателей про отработчиков, не надо говорить, что вы занимались тестированием. Это нужно сформулировать совсем честно. То есть, скажем так, улучшение продукта в ходе работы посредством тестирования. Ну, например, если надо говорить, что вы были тестировщиком. Потому что, ко мне на собеседование тестировщик приходило много. То есть, специалист по тестированию, тестировщик, говорит, здравствуйте, вылазов по тестированию. А я вот эти сайтики заполняла, у меня там кнопочки видео некорректные, я их писала, я говорю, отлично, спасибо, свидание. Вот, понятно. Собственно, давайте тогда начнем с начала. То есть, это вот мой самый первый опыт. Что у меня там? Тональное тестирование, появление багов, кросс-браузерное тестирование. Относительная работа, не связанная с IT. Я вам ее не рекомендую вписывать. То есть, если вы были продавцом Макдональдси, ну, не думай. Вот, если вы были, я не знаю, экскурсоводом на катерах, как со мной было до этого, вот, то вы пишите о том, что там, да, вы пишете, что вы были экскурсоводом на катерах, вы пишете те ключевые навыки, которые мы бы обучились, которые могли бы быть полезными для тестирования, там, там, написание текстов, там, умение разобраться в нестандартной ситуации, на вас человек с лодки упал, ой, вот, ну, и так далее, и так далее. Проводите аналогию. Но все-таки не стоит. Вот, совсем не связанные профессии. Так, а если нет никаких профессий, ничего не писать? дописывать... вот у меня резюме, по-моему, на Катхантере было, как раз, вот на тестировщика сделано, и тоже, как раз, не указывал опыт работы, потому что, ну, как бы, тестировали, нет опыт работы, и его не пропустили, потому что просили указать опыт работы. если какая-то офисная работа, то все-таки надо. Обычно пишут, обычно, даже если вот совсем опыта нет, обычно пишут какое-то активное участие в институте. Там, стажировка, принадлежание, дипломы. Вот, ну, например, да, если есть офисная работа, то все, то же дело. Вот, ну, понятно, да? Но чем ближе вы становитесь, если уже был опыт работы тестирования, то и вот эти хвосты, которые со всеми связаны по границе. Ну, понятно, что если опыт тестирования есть, то как бы лучше написать его. На него сделайте пор. Либо так, ну, можно делом, как бы указать, что вы до этого работали, ну, так, ну, вот. Можете написать, что мы там научились. Особенности по написанию. Ну, понятно, здесь все очень общее, как вы видите, у меня функциональное тестирование, исправление брауз, багов, кайт-браузер, не так далее. стабильный набор. Дальше у меня там киницы пошли, ну, примерно все то же самое развивалось, развивалось. Вот. Дальше, вот, последнее место у меня, последняя вакансия у меня расписана подробно и в ней есть не то, что не просто функциональное тестирование, вот. У меня есть уточнение, что мобильное приложение, мне это понятно. Стена соединения с другими видами устройств блюда. Ну, то есть, пишите детальнее, подробнее, какие-то ключевые моменты, ключевые навыки. Вот эти точечки он делает. Советую вам делать в ворде, а потом копирайте вставить. Это тоже такой личный момент боли, почему нельзя делать эти точечки, они же прекрасны. Вот. Дальше. Ну, с этим понятно, если что, я на вопросы отвечу. Образование. Пишите образование части. Всегда. Вот. Если есть незаконченное, пишите, не пишите конечную дату окончания, просто говорите, что ой, незаконченное. Навыки. Это, по сути, теги. Кто-нибудь из вас пользуется там твиттерами, инстаграмами и так далее. Да. Хэштег, понятно, да? Это ключевые запросы, по которым вас будут искать. Это важно. Это очень важно. Я всегда очень смотрю на теги. На них смотрят HR, грамотно прописанные теги. Это тоже важно. Почему? Здесь вы пишете те ключевые навыки, которые вы обладаете. Здесь вы можете написать black box, например. Вот вы уже можете смело написать black box. Вот. Честно объяснить, что на коммерческой основе не black box, но вообще, вот, как бы, да. Вы можете, я не знаю, практикует ли подвесной университет, практикует ли писание, похождения курсов, мы же никто. Что мы не можем? Ммм, очень замечательный письмо. Пишите, прошли курс. Прослушанный курс. Да, прошли. Вот, ну то есть написание тескейсов. Кстати, да, немножко я ходил на собеседню у меня в Джек Брейнс, если кто-то слышал, такой панкарный. Да, там тестировщика хотят. Ну, ну, я говорю, вот, типа, о чем ты там занимаешься, ну, в свободное время, я говорю, у меня был курс, как в основном, не пустить. послушали, так что может длиться кому-то, что ты скажешь. Как я очень долго докапывались, я кого я собираюсь подвешивать. Ну ладно. если вы знаете, умеете пользоваться на Windows 7, соответственно, вот как раз советую как раз опытный пользователь показывать, но вот, навыки Windows 7, кроссовка и студия. В принципе, вы можете написать то, с чем работали довольно поверхностно сюда. И на собеседование при вопросе, если, ну, их это будет интересовать, они спросят, а что вы знаете от жира? Вы скажете, слушайте, я вот 5 часов провел в этой жире, и вы знаете, я готов с ней связать жизнь. Ну, в общем, да, я разобрался, я хочу это изучать дальше. Говорите о том, что вы хотите работать, вы очень хотите работать, вы очень сильно хотите работать. Вот, про деньги пока, ну, то есть, их, конечно, тоже стоит обсудить, но все должны понять, что вы заинтересованы именно в этой работе, не в том, чтобы срубить бабла. Все всем понимаем, с чем мы срочно. Вот, нет, ну, суть понятна. У меня здесь очень мало написано, на самом деле. То есть, обычно я пишу много. А, ой-ой-ой, вот оно. Извините. Собственно, обо мне. Вот тут вы начинаете развлекаться. Знание и методология тестирования. Знание и методология тестирования и умение применять их на практике это две разные вещи. Поэтому я пишу знание и методология тестирования и умение применять их на практике. Вы напишите знание и методология тестирования. Например, да. Вопрос был у вас про пройдющие, ну, про навыки, да? Потому что там, Не нужно указать, если вы начинающий пользователь Линуксу, так писать. Надо просто написать Линукс, и все, и потом уже это... А вот здесь вы пишете начинающий пользователь Линукс? А вот здесь. Да. Понятно. Таги, это краткие ключевые слова. Те слова, которые вы слышали, вы не знаете. Обычно по приоритетности ставится еще... Ну, я еще люблю ставить по приоритетности. Ну, это понятно, да? Вот. Тут у меня как раз по приоритетности, по-моему, расписано. Ну, строку, объем, острый. Соответственно, здесь вы пишете ровно то, что вы уже знаете. Здесь вы можете сказать, что теоретические знания. То есть вы не пишите прямым текстом, что вы знаете теорию тестирования? Я знаю теорию тестирования, но я еще не пробую тестировать, но очень хочу. Вот. Но при этом вы вкладываете знания, методологии, тестирования. Понятно. Там, пам-пам-пам. А уже в еще ниже, в личных навыках, в моих личных качествах. Вы пишете, что очень хочу развиваться. Очень хочу. Вот я эту всю теорию знаю, теперь хочу на практике. Правда хочу. Правда готов. Понятно. Вот. В общем, вот так выглядит резюме. Оно не переполнено. Я туда... А, кстати, на начальном уровне я вам очень советую писать куда-нибудь. Путь сюда. Путь сюда. Книжки, которые вы прочитали. Я решила, что не стану, потому что здесь будет хвост. Понятно. Вот. Можете сказать, что да, вы читали Савина. Можете сказать, что да, вы читали новый язык Амбрая. Можете сказать, что откуда вы берете источное знание. Не стесняйтесь говорить, что вы берете язык на интернет. Я не знаю, почему так общество боится говорить, что знание получается на интернете. У меня практически все это думают. Давайте так. Вот. Если вас спрашивают про какую-то сложности, типа вот вопрос, а как узнать о микроволновке, то не теряйтесь, говорите, да ладно, все узнаем, не вопрос. Есть Google, он поможет. Ну вот, то есть, действительно, это... Вот те ответы, которые я вам говорю, я для себя считаю самыми адекватными. Ответами. Более того, я на практике применяла при трудоустройстве берут. Вот, то есть, ну, реально берут, да. То есть, я не вижу, что человек утешуется, не боится, он готов получать многое знание. Ну и, соответственно, соответствует этим параметрам. Вы, действительно, можете наговорить все, что угодно. Вы, действительно, можете принять, но все быстро пресекут, что вы не пользуетесь Google, например. Ну, если у вас нет альтернативы, на самом деле, и так далее. Вот. Что еще можно написать? В общем, все. Если есть вопросы, задавайте, я, кстати, с вами отвечу. У меня вопрос по поводу HR, то есть, на все собседования, которые у вас были там. Ну, я, конечно, сейчас скажу. Ну, соответственно, HR сразу по делу задавали вопросы или там бывали абстрактные какие-то абсолютно? У меня те, которые абстрактные, они тоже по делу. Ну, абстрактные, например, просто как бы не по тестированию, но по другой своей профессии, да? Соответственно, например, были вопросы там из-за гряда прости, пройдите тест на соционику и пришлите результат, да? Ну, то есть, я считаю, что все-таки это как бы не связано. Ну, это надо проходить, если прохожу. Ну, это, конечно, как бы, если мне интересно, пока я тебе как бы прохожу, да, но все равно. Хорошо. Вопрос был. Ну, насколько заметно при тестировании разделение на техническое интервью и вот интервью с HR, потому что, правда, техническая, наверное, что и HR проводить не сам, но уже какой-то руководитель, а не по разным проектам. Она очень заметна. То есть, это два отдельных процесса. У каждой компании по-своему, ну, вообще, да, это два отдельных процесса. Что из себя представляет диалог с HR? HR спрашивает, грубо говоря, о вашем социальном статусе, женаты ли вы, о том, какой у вас уровень заработной фланды. Это для них, кстати, сейчас не имеют права спрашивать. Спрашивают еще как. Более того, у нас специальная форма, в которой просит это заполнить. Хотя при ДИК, он по закону тоже не спрашивает. Да? Нет, нет, спросить они могут. Да, по закону ты можешь не отвечать. Да, ты можешь сказать, что, пх, ваш какой я. Вот, ну да, действительно, это все очень условно. Ну, это не та информация, которую, как бы... Ну, давай честно, такие моменты, как социальный статус, например, такие моменты, как личная жизнь, наличие собственной квартиры или съемной, а живете вы с родителями или с парнем, или с мужем. Вот, это все очень важно. Честно скажу, что да, девушек в возрасте за 23 берут кожу. Понятно, ничего. Что, вы уже старые? Нет, подожди, нет. Как ты думаешь, почему? А, я не знаю. Девочки имеют свойство уходить в... А, я понимаю. Да. Первая мысль просто за 23, что ли? Нет, вообще у нас равноправие, все дела, да, но вот, ну вот. Вот, поэтому, как бы, не должны спрашивать про статус, но все равно тем не менее не спрашивают. И тем не менее спрашивают просто потому, что это действительно большая угроза для компании, когда человек проработал месяц, и сказал, ой, не знаете, вот такое дело. Ну, большая угроза в том плане, что нужно брать нового человека и как бы его обучать. Ну, да. Брать нового человека, его обучать, параллельно оплачивать старого человека, а потом еще параллельно... Останавливать его куда-то надо еще. Да, потом еще старого человека, ты оплачиваешь, а все-таки не из своего кармана. Ну, потом надо восстановить еще, чтобы было на какое место. То потом он придет, а тут уже занято место и... Ну, придет он через полтора года как бы минимум. Вот именно, что и куда его через полтора года слить? Нет, может он не будет. Вот, нет, ну, как бы, у нас законодательство имеет некоторую систему, как с этим бороться. У нас действительно грамотные, адекватные люди. И вот, ну, я могу сказать, как девушка, которая в группе риска. То есть я женского пола, я вот, ровно в том возрасте, в котором, вот, ровно в том статусе, в котором. Вот, и, в общем, меня берут на работу, слава богу. То есть у нас адекватное общество и так далее, но подобные вопросы, не тушите себе чать, они происходят. А вопросы, очень часто HR любят задавать вопросы, расскажите там о вашем совершении. То есть тут вы не рассказываете, что я тут FreeBSD под... Как, как, как это? А, важно, KDE. KDE под FreeBSD, он, ну, может, что-нибудь поймет, но ему это неинтересно. Ему интересно было то, как вы, значит, выдержали тяжелый напор там начальства и справились со своей задачей, хотя там сроки поджимали, ну и так далее. Он пробивает действительно вот то, что вы пишете, грубо говоря, вот здесь, что действительно работаю ли я в коллективе. Ну так, наводящий мой вопрос, что есть ли у меня чувство ответственности и качество выполненной работы, есть ли у меня там высокая стрессоустойчивость. Меня интересует, а почему вы написали, что у вас одна стрессоустойчивость? Ну, вы знаете, я пахала три недели, не стопала. А, да, бывает. Вот, нет, ну, я к примеру, я сейчас очень треную, но вообще это вот примерно так. Внимательность к деталям, ну и так далее. Внимательность к деталям или какие-то тесты, это, да, они могут быть. Тесты, например, там, вы должны быстро складываться. Вот, это, да, это есть все тесты, они есть, я вам скажу больше у Яндекса, они есть. Вот, второй момент – это техническое совещение. И тут начинается момент вот этих навыков. Вот этих, ну вот, вот этих всех описанных навыков. Там, как правило, руководитель или человек-коллега, нет, а тот, кто максимально близко к вашей сфере, начинает интересоваться. Что вы знаете, что вы умеете, но знаете ли вы это так, как вы должны знать. Понятно. Как правило, я, ну я человек, который проводит мне технические резюме, я начинаю по нарастающей. У меня есть прекрасная статья, я ее уверена, что я ее скидывала, про то, какие вопросы человек задает тестировщикам, и ответы на них требуют. И там написано, что начинается с градации, там, начинается с того, что, а что такое баг, и протестируйте карандаш. Вот, заканчивается там всякие интересные вопросы. Просим, ну вот, например, вопрос, вам дали две задачи, обе со статус сделать вот прям сейчас, срочные. Все, одинаковая срочность, вам ее дали одновременно, за какого вы первые возьметесь? Это в комментариях было, да? Да, в комментариях. Да, вы как посчитаете, какая ответа? Я знаю, что-то неправильно. Которые, как их скажут, кто там? На счет проекта. Ну, в общем, говорите, когда у задачи бывает приоритет, вот он одинаковый, но еще второй параметр серьезность, который можно... Одинаковая серьезность, да? И поступили одновременно. Да, да, и всем это срочно. А который больше нравится, значит. Вот так делать нельзя. Вот так делать вообще нельзя. Сильно спрашиваешь менеджера. Либо ты, конечно, непосредственно своему руководителю, типа, вот у меня тут как бы яблоки, игруш, с чего начать. Вот. Ну, понятно, да, если... Я на самом деле тебе разберись сам. Разбираешься сам. Вот тогда уже, когда хочешь. Вот. Ну, в целом, да, как-то всегда есть мера, как можно определить. Вот. Очень-очень грамотно в тех же комментариях было написано, что типа, нафиг такого. Такая работа, в которой... Так, значит, будет спать. Но вообще, по правилам, когда готовимся к какой-то выставке, так вот случается. Приходят там, это ужасно, приходят менеджеры, приходят инженеры. Ой, Катенька, я говорю, да, здравствуйте. Вот. И все очень срочно. Ну, разгребаем, разгребаем. Приоритеты все дела. Понятно. Вот. В общем, ну, по резюме вам понятно все? Есть желание попробовать устроиться на работу тестировщиком? Я постоянно... Я знаю, что вы изучаете рынок. Есть ли какие-то возможности стажировки, еще что-то? Ну, то, что я видела там по поводу стажировки, ну, то есть там... Ну, там, оплачиваем стажировку, что-то там в духе. Ну, она, по-моему, люди даже не стажировка, ну, не помню точно, стажировка или все-таки работа. Но в том плане, что вот я смотрела, как там в декабре она как бы висела. То есть до сих пор как в ВВС, непонятно, бля, они постоянно как бы набирают людей, то ли не могут набрать, вот, и в требованиях, в основном, техническое образование. Да, очень многие. Я заметила, действительно, раньше такого не было. Сейчас прям обязательно на лапы везде пишут. Техническое образование. Ну, вот, кстати, да, может быть, тестировочку. Да, может быть, тестировочку, да. Есть послушка, они часто пишут и нечасто требуют. Ну, в плане, если все-таки человек обладает науками, она не пишет. Ну, я-то просто, вот, недополучил. Ну, вот, если опыт работы есть, то, как бы, тут, наверное, проблемы, может быть, и не будет. А когда вот если с нуля начинать, то в этом плане... Даже если есть, хотя бы, желательно, высшее образование, если есть упоминание о высшем образовании, например, ну, по другим параметрам вы подходите, не стесняйтесь, лучше, ну, знаю, как это за спрос, не глют. Вот, а вдруг, а вдруг, вдруг это указали просто потому, что, ну, вот. Обычно смотрят там на наличие образований. Ну, да, сейчас смотрят либо на наличие документальное, либо техническое. Опять же, очень часто есть всякие контент-менеджеры с функциями всеобщика. Вот такой, можно через это зайти? Вот, можно еще как-то, как-то. Я, честно говоря, сейчас не в курсе, но я знаю, что довольно хорошо налажена программа перехода из, ну, то есть, ты закончил университет, а ты идешь на санжировку, на санжировку. Это налажено. Я безумно счастлива в этом, если честно, потому что раньше такого не было. Раньше такого не было. Хе-хе-хей! Смотри, где налажено. Где-то налажено, может, на очки, если кто-то учится. Того налажено. У нас такого точно не было. Да, на заочке. Мы на вечерке отпустили, и никому подал. Ну, да, 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 у нас тоже детки, учитель до третьего, на четвертом. Ой, у вас диплом, ну, ищите все руководители. Да, ну, так. Вот, и все. Вот, в общем, да. Ну, в любом случае, я советую, так или иначе, указать вот некоторые ключевые навыки, которые вы сами для себя подчеркнули, в вашем резюме, независимо от того, куда вы хотите дальше идти, а вот они будут нележными. То есть это как раз те знания, которые в любом случае, в любой интернет-компании будут нележными. Знания тестирования, знания основ тестирования, оно сильно котируется. Вот, вот, вот что я могу сказать. Как-то так. Вот, еще вопросы. Ну, и посмотрите, вот. Время для тебя не заметно. Ну, еще у нас есть минут 10. Давай. У меня немножко отвлечено вот этого. Да, ради бога. Она связана с тестированием. Если мы представим только, не знаю, контор из трех человек. У которых есть сайтик. И они хотят протестировать виденно самостоятельно. То, как я понимаю, что самое простое, эффективное, это составить чек-лист. Нет. И просто пройдись по нему на данный момент. Нет. Вот как в данной ситуации? С чем чек-лист? Ты упоришься, я его создавала. Ну, то есть, есть какой-то общий список. Да, конечно, да. Есть какой-то набор функциональностей. Ты его сступишь. Ну, да. По дереву. По карте сайта, да. Да. И по нему проходишь. То есть, тогда нет или нет. Да, да. Да, да. Сам проходишь. Но это позитивные кейсы. Нет. Если очень хочется, допустим, единожды протестировать, ну, просто, чтобы профессионал взглянул и пробежался, то идешь на сайт Биланс, находишь тестировщика на проект, платишь ему там. договорился, то есть, либо он платит ежечасно, либо он, соответственно, там 10 тысяч за проект. Ну, абстрактно. А, соответственно, там получается следующая ситуация, что ты, если в случае времени он оценивает время, за какой он проект, по этому списку, ну, вы примерно все равно накидываете. Вот. И проходит, ставит отчет, потом вы это все правите, он ставит новый отчет, до тех пор, пока вам не надо использовать. Понятно. Ну, это вот такая практика, которую я всячески, ну, считаю адекватной в случае, если вам не нужен специалист потестировали, если сайтик маленький, то… Понятно. Вот. Да. Тут была какая-то ситечка. Ситечка. А она в этом случае подходит? Тебе Word чем она устраивает? Кто? Word. Ну, то есть, либо это просто системы, типа Word или Excel. Да, любой текст. Можно, по-моему, написать в ситечке, но, если это маленький, зависит от того, насколько это большой проект. Интернет-магазин, ну, вот интернет-магазин, это, пожалуй, минимум для ситечка. Вот. Если что-то легче, не вижу смысла. Вот. Если что-то больше, то, ну, вот там уже смотреть, насколько это больше, насколько это замужено. Понятно. Опять же, важно смотреть еще, как это было реализовано, там, это было написано с нуля или это… взялась какая-то вот этот бежок, понятно. Ну, и так далее. Вот. Еще такой еще момент. По… Пожалуй, по всей эти области, я думаю, что со мной согласятся, эти сферы – это очень сильно развивающаяся сфера. Каждые два года происходит устаревание предыдущей технологии. Например, самый грубый пример. Когда я училась на первом курсе, кортуду был просто очень крутой, очень крутой. Да, 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 да. Вот. До появления всех этих ай-пятых и синимых и так далее. Оно было очень крутым, я этого очень хотела, это была новейшая технология, они были только там у самых крутых. Момент у моего третьего курса это было ниже среднего. Написанию диплома, как бы, да, ты можешь открыть ворд на этом. Понятно. То есть, если говорить о железе, оно быстро устаревает. Что-то медленнее, что-то быстрее. Сфера тестирования, она довольно молодая, она очень молодая. Сфера тестирования в России просто младенец. Надо постоянно учиться, надо постоянно быть на волне. Ты можешь там три месяца не поработать в своей среде, ты очень сильно отстанешь. Это действительно очень важно. Там ты утром читаешь нелюбимую книжку Достоевского, перечитываешь, ты читаешь статьи на хабре, понимаете, там. Вечером ты читаешь нелюбимую книжку, ты читаешь не комиксы, ты читаешь какую-нибудь статью про язык программирования, на котором пишет твой разработчик, или про браузер, или еще что-то. Благо сейчас технологии позволяют это делать быстро, оперативно и предъявлять максимально корректным образом всю информацию. Вот, то развивайтесь всегда. Ну, это такое, наверное, шаблонное ко всем специальностям. Вот, но для меня это очень важную роль играет. Постоянно-постоянно-постоянно развитие. Вот. Да, там, увы. Еще? Вопрос. Человек, вопрос. Давай. Ну, когда говорили по составлению всех тест-планов этой скейси, видим, когда Супплотолекса проспал, может быть, инструменты для, ну вот, создания плана, то есть, когда это же все не рукой на бумажке пишется. Понятно, кто конкретно этой скейси вы это, скорее всего, как нашего специальностей, например, в этом роде. Я тебе скажу, как это обычно делается. Вот, так. Вопрос к тому, как это делается. Ты приходишь к руководству, то есть, тебе приходит руководство и говорит, чувак, нам нужен тест-план, без него никак, нужны чек-листы, все, вот, давай нам вот это все организуй. Ты лезешь в интернет, ты предлагаешь им несколько вариантов. Тест-линк, ситечка, я не помню название, я давала список самых популярных аналитов, и, к сожалению, на данный момент немного, я думаю, скоро будет больше. Вот, ты изучаешь рынок, читаешь хабр, читаешь обзор и так тыркаешься и понимаешь, что я хочу вот это. Ты читаешь, сколько это стоит, вот, приходишь к руководству, они говорят, сколько, тогда ты приходишь и пройтешь оставить на сервере тест-линк, вот, ну, ты пони, вот. Соответственно, этим должен заниматься системный администратор. Вот, да, это делается из админ, сам ты этого не делаешь. Ставил хоть раз, бог миловал. Я, мама, сказал. Ой, мама, да. Да, вот человек знает, что такое ставить бесплатный сервис, это ад. Ну, это не ад, это зависит от системы, конкретно, ну, это пол в ад. Ну, как правило, люди, которые занимаются опен-сорсом, они мало времени уделяют юзабилити. То есть, в принципе, оно от работы. Ну, вот, сколько до этого надо выпить с разработчиком этого всего, это вопрос уже вот второй, понятно. Ну, я утрирую, но ты понимаешь. Вот, как правило, ты это ставишь, но я не говорю, если быстро-быстро, оперативненько нужно начать, то сисечка. Но оно тоже запросит денег, сразу говорю. Вот, понимаешь, как это все делается. И там все пишется. Если нет ничего и все не устраивает, руководство говорит, нет, 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 то ты пишешь в Word, в Excel. Я первая писала в Excel. Да. Да, да. Это тоже. Да, да. Именно так. Ну, вот, телечка в качестве интернативы. А оно очень удобно генерируется в Word-овский файлик. Все как надо. Вот. Еще вопросы? Если здесь есть RedMine, я могу, как интернет, то я могу показать RedMine и NewLimaging. О, ты обещал, да. То есть, первый вопрос, вот, по прохождению вот этого курса, ну, вот, с прочтением соответствующих статей и последующим перепрощения для полного понимания. То есть, ну, бывает, среди меня сложно, когда сложно сформулировать, найти нормальную формулировку там навыка или вот этого раздела по мне. Так. Вопрос. Да. Какие... Ну, уже сказали, что BlackBox можете точно писать. Да. Знание BlackBox. Знание BlackBox. Да, я имею в виду, что... Ну, понимание того, что... Да, вот. Вы пишете BlackBox, а ниже вы пишете понимание, тестирование, почарование. Может, какой-нибудь какой-то примерный список того, что можно писать. Ну, вот этот образ того, насколько мы знаем, что мы знаем. Да, вот. Ну, давайте, ладно, я скину свой резюм. В принципе, оно, да, оно идет. Так. Редмайн. О, господи, Стихо, что такое я не увидела? Видимо, не хочешь. Ну, нет, он нормик был. Он меня напрягал на тот момент, на самом деле. Собственно, есть раздел с проектами, где кто-то... Ну, это тестовая штука на сайте, где кто-то насоздавал кучу странных, страшных проектов. Например, есть какой-то ASDF, второй есть целый подпроект. Ну, то есть, видимо, это общая группировка, сами проекты. Ну, там сайты такой-то, да, например, сброс много сайтов. Это общая информация, да, то есть, вот такая, как-то, дашборд. Количество багов, фич, открытых и прочее. Ну, да, это общественная информация. Последняя активность. Здесь, ну, собственно, ищем, да, это, ну, как карточки багов или, наверное, багов, задачи какие-то. Ищутся задачи, да. Да, можно создать новый баг, фич и саппорт. Можно завести трекер, можно, я так понимаю, насколько я помню, туда можно завести еще какие-нибудь статусы. Там, баг фича, там, блоки. Да, это все, то есть, администратор может всем этим управлять. Да. Описание. Вы даже можете сделать капслоком и сделать его джирным там. Если, типа, аааа. Кстати, это то, как писать совсем не надо. Вот, собственно, статус, да, новый процесс, там, золото и так далее, класс, реджеты. Ну, Катя рассказывала об этом все. Приоритеты. Обычно ставят какой-нибудь средний приоритет. Средний. Ну, здесь, может быть, какая-то норма. Нет, это стоп. Потому что ничего не работает. Ну, в данном случае, не имеет. Прямо сейчас. Да. А саймин, да? То есть, на кого ставить? Кто будет этим заниматься? Может быть, 5 на себя? На конкретного разработчика можно ставить поле пустым, оно не выделено обязательно. Тогда оно упадет в проект воли-бокмен. Ну, что-то будет ответственным, там, рут-рут. Да, ну, в джиле, там, просто оно, если вы создаете, допустим, как я работаю, в IT-отделе, на IT-отделе, оно будет стоять в разделе IT. У всех. Да, оно ни на кого не осайнено, да, никто, нет, чем. И потом кто-нибудь придет и... Вещаться же прохладом. ...поассайнит. Нет. То есть, например, какой-нибудь дежурный, да, который знает, на кого нужно поставить эту заявку. Да, да. Можно прикрепить файл, там, скриншет, и прочее. В очередь, например, если есть разделение прав доступа, вам нужно дать доступ кому-то, у кого доступа нет, то в очередь вы добавите. Ну, чтобы лишние разработчики в ваших базах не попались. Да, с соседнего проекта мы придали. Да, да, да. Вот, начало, до какого времени, примерно количество часов. Ну, это уже, наверное, для исполняющего. Да, это все для исполняющего. Важный момент. Статус, как правило, в нормальных компаниях разработчик не лезет вправить баг на фичу. То есть, если вы назвали это багом, это баг. Для них функциональность изменения заблокирована. Они могут менять статус, они иногда могут менять приоритет, но, как правило, опять же, корректно, когда это функционально заблокировано. То есть, если разработчик, тестировщик сказал, что баг срочный, то баг срочный. Если разработчик с этим не согласен, он не может подойти и тихоря поменять приоритет. Как правило, он подходит к тестировщику и начинает выяснять, что как. Ну, грубо говоря, и уже договаривается. Вот даты и время, которое было затрачено, как правило, время, которое затратил разработчик на фикс этого бага. Да, а вот due date, то есть до какой даты, можно ставить, если вы планируете какой-то проект вперед. Дедлайд. Вперед. Ну, к какому числу релиза вообще-то все надо было как бы пофиксить? Сколько это все получится? Вот, давай с карточкой. А это прям можно через интернет сделать все? Да, это все проводится? Ну, вот это вот, да, но в любом случае, что jigger, что Hermione, это именно веб-инферейс. А не все эти проводятся. Открывайте сайт. А можно, думаю, она автоматилась и там все. Нет, 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 доступное приложение сейчас отходит очень сильно в этот план, особенно в эти разработки. Вот, связанные с задачей, если там у вас, чтобы выполнить, не знаю, чтобы удалить пользователя, вам нужно закрыть доступ к этому сайту, нужно закрыть доступ к почте, там удалить еще что-нибудь, можно сделать пачку под задачи. связанные с задачей. А где твой язык у меня? Ну, там, я там выбрал, что это русский язык. А, да, это к вопросу об опенсорсных приложениях. Они могут что-то решить. Ну, в данном случае, я думаю, что он просто определил, что вы зашли либо скотко в браузере использовать русский язык. и, собственно, его автоматом не стоял. Ну, а здесь мне это раздела, что ты равно по-любому не смотрят. Конкретно RedMine, он такая более общая система, то есть его можно использовать и как баг-трекер, и как просто управление задачами, и даже управление проектами. Соответственно, вот эти вот все плойки, их можно частично, ну, скрывать администратор может. Вот есть диаграмма ГАНТА, где можно прямо выстроить проект вперед, связать задачу. Это планирование, это менеджер-классио? Да, да, это проектный менеджмент. Ну, а конкретно RedMine позволяет. Новости, документы. Ну, мы можем держать документации здесь, да, целые. Вообще, руководство безумно любит графики, то есть это прям какой-то, вот, все любят графики, графики это прекрасно. Да, Вики, Вики это отдельная история, там обычно хранится вся какая-то хелк информация и прочие-прочие вещи, да. RedMine, это такая система все в одном, поэтому здесь есть в том числе и Вики, потому что Атласия, например, они делают отдельный продукт, Facebook, как же он называется, Jira, ты помнишь, каких у них Вики называется? Не знаю, но оно какое-то хитро-мудрое, очень. В общем, да, в Атласии, это конторы, которые делают Jira, у них отдельная система Вики. Нет, по-моему, у них отличается синтаксис. Да. А зачем это Вики, что это такое? Документация. Тобный способ писать документацию, потому что Вики позволяет ссылаться на внутренние документы, то есть такая развесистая структура. Ну, смотри, подожарь. Да, 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 ну смотри, у тебя же есть Вики, ты знаешь, что есть отдельные Вики по Гарри Поттеру? По каждому персонажа прочитали, знаю, серьезно, там, по каким-то фильмам, вот здесь то же самое, только внутри проекта, по работе. Это удобно просто, это очень удобно. Ну да. Вики. А ты можешь сейчас тогда быстро Джиру показать? Ну, это я испугаю всех. Нет, она классная. Нет, она не хуже, она классная, она просто кардинально другая. Она лучше тем, что... Перегруженная. Она позволяет настраивать... Мне понравилось... Я глубоко не играл в Джили, но у Джили есть такая классная штука, как workflow. То есть можно настроить последовательность... Скажи, что такое workflow. Как поток, я не знаю, а последовательность... Как-то... Вы можете описать последовательность перехода задачи поэтапно, да, там, например... Я бы сказала, это динамическая настройка параметров под ваши... Бизнес-процессы, я не знаю. Да. Вот, кстати, вот вам в процессе работы будут очень часто попадать странные, страшные слова, которые вы ничего не знаете. Кто-нибудь из вас знал до этого вопрос про понятие workflow? Вот. Соответственно... как из двух workflow. Ну, ты можешь додумать, но в данном случае круче догуглить. То есть, если вы слышите незнакомое слово, вы не теряетесь, вы делаете и вбиваете в Google. У меня так и было первое время, честное слово. можно правильно расслушать слово. Ну, тут хорошо. Да, как бы в Google дней. если вы крови, опять же, если вы ори Burger Петровой palabена, вы готовы. Продолжение следует...